Помощь нуждающимся. Что может быть выше этого? Люди, неравнодушны к чужой беде и имеющие возможность помочь, не должны оставаться в стороне. Сегодня правительства Москвы и Московской области постоянно обращаются с призывом к представителям малого и среднего бизнеса вести благотворительную деятельность. Предприниматели охотно откликаются. Появляются новые фонды. Одним из таких стал благотворительный фонд «Доверяю», презентация которого состоялась 8 декабря в Центральном доме журналиста. Нас поддержали представители власти, представители муниципалитетов, нас поддержали бизнесмены, поддержали люди, которые уже делают это дело и достаточно хорошо. То есть представители разных фондов и других некоммерческих организаций. Я думаю, что в связи с этим у нас должно все получиться. Идея создания фонда родилась 4 года назад. Фонд существовал, но неофициально. На базе детского сада, руководителем которого является Ирина Буцкова. Основные направления благотворительной деятельности – помощь больным детям, социально необеспеченным и многодетным семьям. За работу в этом направлении работники детского сада были удостоены премии «Наши Подмосковья». От лица правительства Московской области могу сказать, что на сегодняшнем этапе мы очень рады за наших предпринимателей. Что они действительно не только зарабатывают деньги, а для них становится на первую роль выходит именно идея меценатства, идея благотворительности. Почему таковая промышленная палата поддержала этот проект? Прежде всего, для того, чтобы попробовать дать возможность людям участвовать в таких проектах, даже не где-то, а здесь, на территории Востокской области. Здесь по тем проектам, которые рядом, и помогать тем людям, которые вот они тоже здесь рядом. Союз журналистов Подмосковья давно принимает активное участие в поддержке подобных проектов. Председатель объединения Наталья Чернышева взяла на себя роль попечителя вновь созданного фонда помощи нуждающимся людям. Это какая-то такая человеческая тема помощи. Ну да, не верю. Это правильное направление. Я считаю, что это знаковое с той точки зрения, что у нас развивается сотрудничество. Слово взял глава города Фрязина Игорь Сергеев. Он рассказал о развитии города, формировании на его территории особой экономической зоны. Он сделал упор на то, что без доверия гражданского общества к власти развитие не получило бы таких масштабов. Поэтому важнейшие составляющие работы фонда должны стать прозрачность и доверие людей его учредителям. Мы можем и должны и обязаны, и будем это делать. И начинать тут надо с таких очагов небольших доверий друг к другу. А администрации, руководство города будем только в этом участвовать и, условно, помогать нашим этому фонду. Участники презентации в ходе заседания обсудили множество вопросов и задач, стоящих перед вновь созданным фондом. Предложили идеи и проекты для будущей работы. Ольга Оржанова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».